во имя Иисуса Христа. Мы желаем, чтобы Господь нам пережить сегодня, Господь, встречу с Тобой во имя Иисуса Христа. Откройся нам, Господь, Аллилуйя, во всей своей красе, Господь, безграничности во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господь, мы жаждем Господь этого прикосновения Твоего, Господь, к нашему сердцу. Дай нам сердце, новый дух права обновил внутри нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Ты достоин всей славы и хвалы, Господь. Ты печешься о нас, Господь, сравни его утра. И даешь нам хлеба насущного, Господь, на каждый день, Господь. Велика забота Твоя, Господь, Аллилуйя. И Ты, как любящий Отец, Господь, всегда ждешь нас во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, за это, что сегодня Господь с раннего утра поднял нас и Духом Своим говорил к нам, Господь, что сегодня мы пристали на этом святом месте, Господь, перед лицом Твоим во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя, мы благословляем тех, кто сейчас в дороге, Господь, чтобы не было никакого преткновения, Господь, чтобы не было никаких пробок, Господь, чтобы все удачно, Господь, Аллилуйя, на руках своих понеси детей своих, чтобы никто не опоздал сегодня в собрание святых во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, Господь, и мы славим Тебя. И, Господь, мы будем поклоняться Тебе, мы будем прославлять Твое Святое Имя. Тебе наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благословите друг друга именем Иисуса Христа, хорошим, добрым словом. Благословите. Если вы еще не познакомились, познакомьтесь. Амилуя, потому что на небесах нам придется пропадать вечность. Амилуя. 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 Твоему слову, Господь, спасибо Тебе, Отец, просто прославляем Тебя. Наше сердце, оно ликует, Господь, потому что мы спасены сегодня, Боже. Наше сердце, оно радуется, потому что мы можем, Господь, быть тем человеком, Божий, которым Ты нас видишь, быть детем Божьим, Боже, благодарим Тебя, Отец. Ты возлюбил, и я спас, и просил, Мир и надежду Ты мне подарил. Буду с Тобой, теперь я всегда, Ты мой Господь, прославляю Тебя. Ты возлюбил, и я спас, и просил, Мир и надежду Ты мне подарил. Буду с Тобой, теперь я всегда, Ты мой Господь, прославляю Тебя. Я буду, буду славить лишь Тебя, Иисус, гряди, достой. Ты знаешь, жизнь моя лишь для Тебя, Она наполнена Тобой. Я буду, буду славить лишь Тебя, Только Ты, только Ты достой. Я только хочу, я быть с Тобой всегда, Ты смысл жизни для меня. Ты в моем сердце зажег свой огонь, Меня напоил, Ты живою водой. Всегда буду помнить Твои дела, И славу Тебе воздавать буду я. Ты в моем сердце зажег свой огонь, Меня напоил, Ты живою водой. Я буду, буду славить лишь Тебя, Иисус, гряди, достой. Ты знаешь, жизнь моя лишь для Тебя, Она наполнена Тобой. Я буду, буду славить лишь Тебя, Только Ты, только Ты достой. Господь, хочу я быть с Тобой всегда, Ты смысл жизни для меня. Я буду, буду славить лишь Тебя, Иисус, гряди, достой. Ты знаешь, жизнь моя лишь для Тебя, Она наполнена Тобой. Я буду, буду славить лишь Тебя, Только Ты, только Ты достой. Господь, хочу я быть с Тобой всегда, Ты смысл жизни для меня. Спаситель мой, Ты мой покой, Тебя благодарю. Ты царь царей, Господь, Господь, Тебя превосношу. Спаситель мой, Ты мой покой, Тебя благодарю. Ты царь царей, Господь, Господь, Тебя превосношу. Я буду, буду славить лишь Тебя, Только Ты, только Ты достой. Господь, хочу я быть с Тобой всегда, Ты смысл жизни для меня. Да, Господь, мы хотим быть с Тобой, Господь. Мы хотим, Боже, прославлять Тебя. Мы хотим быть рядом с Тобой, Господь. Мы хотим находиться в Твоем присутствии, Отец. Как нам важна любовь Твоя, Господь. Как нам важно сегодня Твое общение с нами, Господь. Благодарим Тебя. Просто наше сердце, оно жаждет, Господь. Оно жаждет Твоего присутствия, Отец. Оно жаждет просто войти, Господь, в Твое святое святых, Божие. И пребывать там, в Твоем покое, Господь. Где нет страхов, где нет, Господь, разочарований. Где нет огорчения, но есть Твоя любовь. Которая покрывает множество грехов. Которая покрывает, Господь, все наши неправильные действия, Господь. Которая покрывает, Боже, нас. И просто приводит нас в Твое присутствие, где нет страха. Где есть только мир и радость, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Ты нужен нам, Господь. Ты нужен нам. Один Ты, Господь. Нужен нам больше жизни, Господь. Благодарим Тебя, Отец. И просто хотим, Боже, сейчас поклоняться Тебе. Поклоняться и, Боже, от сердца, Господь, говорить Тебе слова любви, Божьей, благодарности. За то, что Ты делаешь в нашей жизни сегодня. Каждый день, Боже. Каждый день, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Кровью Иисуса Христа, я бы от века, Через смерть Иисуса Христа, Мне дана жизнь вечная, благослови душа моя. Господа, Господа, и вся внутренность моя, Смирное имя Его, имя Твоё Господь. Благослови душа моя, Господа, Господа, И не забывай, все это благотеяние Его. Благослови душа моя, Господа, Господа, И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, Господа, И не забывай, все это благотеяние Его. Шерпа Иисуса Христа, я спасён от огня. Рада Иисуса Христа, я из неё, без сомнения. В крови Иисуса Христа я бы отрекал Через смерть Иисуса Христа Мне это она, жизнь вечная Я верю в колдовскую жертву Просвятую твою, жизнь вечную То, что имя мое записано на небесах Я верю в колдовскую жертву Просвятую твою, жизнь вечную То, что имя мое записано на небесах Жертва Иисуса Христа Я спасен от огня Ранами Иисуса Христа Я исцелен без сомнения Кровью Иисуса Христа я бы отрекал Через смерть Иисуса Христа Мне это она, жизнь вечная Я верю в колдовскую жертву Просвятую твою, жизнь вечную То, что имя мое записано на небесах Я верю в колдовскую жертву Просвятую твою, жизнь вечную То, что имя мое записано на небесах На небесах На небесах. 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 Ты нас из праха поднял, Светлой во тьме воссиял, Не таки Бог, не таки. Ты нас из праха поднял, Светлой во тьме воссиял, Не таки Бог, не таки. Наш Бог великий, Бог и могущий, Бог и превыше всего, что дышит, Наш Бог в целитель, все его силы. Наш Бог, наш Бог, наш Бог великий, Бог и могущий, Бог и превыше всего, что дышит, Наш Бог в целитель, все его силы наш Бог, наш Бог. И если Бог с нами, то против нас восстанет, И если Бог с нами, то может против нас восстанет, И если Бог с нами, то может против быть, И если Бог с нами, то против нас восстанет, И если Бог с нами, то может против быть, И если Бог с нами, то может против быть. Солы. Солы. Что может против быть пес haver вести? Солы. Только приехать не используя на главе, Мне теперьag bread. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аллилуйя Знаете, братья и сестры, есть еще человек, который описан в Библии Это, так скажем, родитель тоже Веры, сын Абрама, Исаака Зовут его Яков И вот знаете, однажды он тоже просто шел по пустыне Шел, не знаю куда, его направила мама к своему брату И мы видим, что он идет по пустыне И он преклоняет свою голову, да, спит в пустыне И вдруг ему является Господь И знаете, он был в изумлении, что Господь заговорил с ним И Господь ему обещает, что он благословит его Благословит его и потомство его И Бог обещает ему, что он будет с ним Что он будет с ним рядом И знаете, реакция Якова была такова, что он говорит Господь, если ты будешь со мною Давайте это почитаем Бытие, 28 глава 20 стиха И положил Яков обед, то есть обещание Обещание Сказав, если Господь, Бог, будет со мною и сохранит меня в пути этом Который я иду И даст мне хлеб есть и одежду одеться И я в мире возвращусь до Матца Моего И будет Господь моим Богом То этот камень, который я поставил памятником Будет у меня Домом Божьим Из всего, что ты Божий даруешь мне Я дам тебе десятую часть То есть мы видим, что сердце Якова Оно было благодарным И мы знаем, что он, когда он пошел в эту землю Господь благословил его Да, это было, может быть, нелегко Может быть, это было тяжело Семь лет там он работал Потом еще семь лет И мы знаем, что Господь благословил его сверхъестественно Стадами, да, там Благословил его и верблюдами И всем, все, что нужно То есть у него был не один верблюд Не одна овца Но у него было много Множество стада И мы знаем, что он, возвращаясь в эту землю И проходя вот через это место На котором он встретился с Господом И с ангелами Он приносит жертву Приносит жертву То есть То, что он обещал, он исполнил То, что он обещал, он исполнил Это было благодарное сердце И вы знаете, Яков еще любил благословение Он знал, что вся его жизнь Она состоит, как бы Она зависит от Бога Она зависит только от Бога Вся его жизнь, все его дыхание жизни Оно зависит от Бога Поэтому он боролся всегда за благословение Он хотел этого благословения И он получил это благословение Давайте полюбим благословение от Господа Поймем, что мы от Господа зависим Господом дышим Господом существуем Аминь Благословим Господа Жертвы Благословим Господа Ох, святой кознись меня Ведь ты только можешь сердце плотяное Моё измени, напои меня Живою водою жажду, как никогда, тебя я Только ты, пусть готовь, моё сердце видишь Знаешь, почему я плачу, смеюсь, милостью своей Меня ты окружишь, и покой свой в тебе я найду Небеса там, где ты, реки благодати Дождь милости исходит на нас И ты здесь среди нас Жаждет тебя с неба дождя Истомилась она по тебе, мой Жаждет тебя моя душа Как пустыня дождя Жаждет тебя с неба дождя Истомилась она по тебе, мой Жаждет тебя моя душа Как пустыня дождя Господь, мы благодарны тебе Господь, мы благодарны тебе Аминь За всё, Господь Ты, Господь, так безграничен во имя Иисуса Господи, кто может сравниться с Твоей, Господь, красотой и величием Господи Алло, с Твоим милосердием Иисус, мы благодарим тебя, Господь, за твою жертву Мы благодарим тебя, Господь Аллилуйя, что веру в тебя, Господь Мы можем умирать во Христе, Господь Мы благодарим и сломаем тебя Господь, ты Бог, который воскрешает нас измёртвого, Господь Аллилуйя, благодарим тебя, Господь Мы верим слово, которое Ты сказал, что Ты посадил нас, Господь Айуэ, рядышком, Господь, айуэ, мы благодарим Тебя, что мы Твоя невеста, Господь, Ты избрал нас, Иисус, слава Тебе, айуэ, за нас заплачена великая жертва, Господь, ценой Твоей жизни, Господь, пролитой крови, Господь, Иисус, спасибо Тебе за все, Господи, айуэ, чем еще мы можем воздать Тебе, Господь, только Ты, достоин всей славы и достоин всей хвалы, Господь, благодарим Тебя, Мы славим Тебя, Господь, аллилуйя, что сейчас ты на этом месте, Духом Божьим, Господь, мы благодарим Тебя, Ислам, Господь, аллилуйя, что Ты не оставляешь, Господь, наши сердца равнодушными, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, что прямо сейчас, Господь, Ты просто в сердце, Господь, наполняешь страхом Божьим, Господь, ибо это начало мудрости нашего пути, Господь, мы любим Тебя, Ислам, Господь, Ты доказал это, Господь, И так говорит Слово Твое, Господь, от пророков, Господь. Аллилуйя, Господь, до исполнения, Господь, умер и в третий день был воскрешен. Аллилуйя, мы благодарим Тебя, Ислам, Господь. Аллилуйя, Господь, и воскрешен Христос, и смертный. Аллилуйя, мы любим Тебя, Иисус, Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Благодарим Тебя, Господь, Аллилуйя, мы народ Твой. Алло, и наши сердца жаждущие по Тебе, Господь. Алло, Господь, Ты знаешь, здесь сердца людей, Господь, здесь искренность. Господь, здесь тайна сия, Господь, велика, только Ты знаешь, Господь. Ты знаешь все причины, проблемы, Господь. Эти нужны, Господь, мы пытались решить сами, но не смогли, Господь. Мы понимаем, что это, Господь, большой груз, ответственный. Это, Господь, не под нашу силу, но это Тебе, Господь. Все, что невозможно человеку, возможно Богу. И во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе, Отец, Ава, Отче. Благослови имя каждого, Господь, который искренне, Господь, положил эту нужду сюда, Господь. Мы молим Тебя, дай разрешение каждой ситуации, Господь, пусть идут проблемы, Господь. Алло, пусть прямо сейчас придут ответы, придут Божьи благословения, Господь, Аллилуйя. Если, Господь, на пути стоят какие-то проблемы, если на пути возникли, Господь, чиновники, мы молим Тебя, ибо сердце царя в руке Твоей, Господь. Аллилуйя, Господь, сделай так, Господь, чтобы всякая дверь была открыта для дитя Твоего, Господь. Аллилуйя, Господь, решали все вопросы. Мы молим Тебя за исцеление душ человеческих, Господь. Мы идем против болезней во имя Иисуса Христа, болезней в теле, болезней в душе, Господь. Всякой зависимости душевной и духовной во имя Иисуса Христа. Мы говорим, Сатана, ты поражен именем Иисуса Христа. И Господь поверг Тебя позору, отнял всю власть. Ибо Господь Иисус, имеющий власть на небе и на земле, Господь. Мы благодарим Тебя и славим, Господь. Именем Твоим, Господь, мы благословляем все эти решения, Господь. Ответы исцеления, Господь. Ибо этими ранами люди Твои исцелены, Господь. Они ходят в здравии и в силе, Господь. Аллилуйя, Господь, и те, которые отпали, заблудились, мы благословляем их, Господь. Аллилуйя, пусть возвращаются домой, Отец. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, это дом Твой, Господь, дом молитвы, куда, Господь, могут приходить, Господь. Те, которые, Господь, были гордыми, но, Господь, смирились, сокрушились сердцем и пришли в Твой Божий дом, Господь. Благослови их, Отец. Аллилуйя, Ты, как любящий Отец, ждешь своих заблудших соловей и дочерей, Господь. Благодарим Тебя и славим, Господь. А нам даруй сердце кроткое, Господь, чтобы не роптать, чтобы, Господь, любить, Господь, во имя Иисуса Христа, ибо мы все, Господь, слабы, Господь, возможно, какие-то в искушениях, в слабостях, но мы крепки, Господь, только во Христе, верой в Тебя, Господь, и Духом Твоим, Господь, а, людьми, Вадимы, Господь, этим держимся, Господь, Ты дал нам веру, Господь, ибо это есть дар Божий, Господь. И благословляем, Господь, каждый флайр, Господь, который будет проповедоваться, Господь, и людям, Господи, раздаваться, пусть это будет ключ, Господь, Царство Божие. Прими наши даяния, Господь, прими нашу жертву, Господь, прими дар любви, Господь, айло, прими наши десятины, Господь. Айло, dobre, мы искренне, Господь, жертвуем, Господь, чтобы в Твоем доме Твоем была всегда пища. Аллилуйя, Господь, и позволь, Господь, через эти пожертвования, Господь, распространи пределы, чтобы видение Твое исполнилось, Господь, чтобы мы могли проповедовать любовь Отца, помогать людям, Господь, делать их учениками, Господь, помогать им ходить в силу Духа Святого, Господь. Аллилуйя, Господь, наслаждать церкви, Господь. Аллилуйя, во имя Иисуса, по всей области, Господь. Аллилуйя, Господь, проповедовать Евангелие в городе, Господь. Мы любим Тебя, Ислам, Господь, Аллилуйя. Благословляем и благодарим Тебя за наш молитвенный Дом Господь Мы верим, что Он есть у нас, Господь Аллое во имя Иисуса Ты достоин хвалы и поклонения Тебе наш Бог, мы молились с любовью и верой Отец, Сын и Дух Святой, весь народ скажет Аминь Давайте мы дадим хорошее славу Детки, пожалуйста, выходите Мы будем молиться за вас Благословлять вас Целая армия подрастает Чего стоишь? Забылся? Господь, вся слава Тебе, Отец Небесный Благодарим Тебя, Боже, за наших детей И Господь благословляет их именем Кому Боже Пусть Твоя, Господь, благодать и милость Божия просто наполняет их сердца Их жизни, Господь Благослови, Господь, коснись их, Боже Защити от всякой болезни, Господь От всякой немощи, Господь, Боже Убереги во имя и все со Христа Дай мудрости, Господь Принятие всякого решения, Господь Аллилуйя, в общении, Господь, с людьми, Боже Пребывай вместе с ними, Господь, Боже Храни их, Господь, Боже просто благослови, и пусть Господь из них вырастут Твои евангелисты, пророки, пастора, Господь, служителя Божьего, которые будут нести Слово в этом мире, Господь, аллилуйя, ничего не бояться, Боже, но только Господь слышит Слово Твое, Господь, и идти и делать во имя, Иисус Христа, Тебе вся слава во веки, и Отец, и Дух Святой. Аминь. Так, ну что, давайте все, детки, давайте вперед на собрание. Антоша вас будет учить, брат Антон будет говорить вам истину, наставлять, аллилуйя, Писание говорит, чем, когда мы с детства сеем в своих детях, то мы пожинаем хороший, добрый, обильный урожай, аминь, аллилуйя, слава Иисусу. Все, наверное, уже заметили яркую личность, но такое недоразумение, что здесь делает православный священник. Но я вам хочу сказать, аллилуйя, с отцом Сергием я еще намного раньше встретился, чем мы встретились в офисе, в слове Божьем. Но это, естественно, интернет. все думает, что за человек такой, интересная личность. И даже никогда не предполагал, что отец Сергей будет проповедовать в церкви. слава Иисусу. Аллилуйя. Ну, это, я верю, что в Божье проведение. Просто много лет назад Бог показал мне видение, что когда Он убирает все границы, стирает, и тогда не будут говорить православные, протестанты, католики, мы будем называть себя верующими, братьями и сестрами. Потому что мы во Христе равны. Наш пастор это Он. Аминь. Господь Иисус. Аллилуйя. И наша задача, знаете, возлюбленная. И когда мне брат Дмитрий предложил, я так подумал. И, знаете, вот я вспоминаю то, что Господь показывал мне. Ну, вначале, знаете, бывает как, преткновение такое. Ну, я понимаю, что там где-то приглашали, но мы же такие вот особо. Думаю, нет, наверное, не буду. Я такой думаю, пастор Дмитрий, дай мне время подумать. А потом совесть начинает потихонечку так говорить, она, слушай, ну, я же не зря открываю двери, меняю судьбу людей. Я меняю времена и сроки. Я сокращаю время. Для чего? Аллилуйя. И поэтому, отец Сергей, брат во Христе, я приглашаю вас сегодня на это место для того, чтобы вы поделились с нами словом церкви Новый Завет. Давайте мы поприветствуем. Слава Богу. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Спасителю. Да, и я рад приветствовать весь Новый Завет, церковь Нового Завета. Рад приветствовать, будем так говорить, соровых челябинских христиан. Слава Богу, да. И очень рад тому, что эта поездка на Южный Урал, она уже завершается сегодня, получается. И я приехал в Челябинскую область, в общем-то, послужить, но и в область, и из области я еду через ваш город. И благоставляю Челябинск, конечно, и я был летом первый раз от прошлого года здесь, в Челябинске. Честно говоря, я очень был приятно удивлен, потому что я увидел не только трубы и заводы и суровых челябинских мужиков, как вот о них говорят в России. Знаете ли, они настолько суровы, что невозможно как суровы. Но я увидел прекрасную природу, озера, знаете ли, это парки ваши здесь в Челябинске прекрасные. Ну, а если говорить про область, это вообще, это жемчужинка. Я считаю, это просто жемчужинка на самом деле. Слава Богу, эти прекрасные озера. И сегодня я рад делиться Словом Божьим и свидетельством. Сегодня 31-го у нас число, завершение января месяца. И знаете, друзья, весь январь в нашей церкви он посвящен как раз теме святок. Рождество, крещение, вот то, что называется святками. Да, я придаю привет сразу, чтобы не забыть от своей супруги. Матушки, можно так выразиться, мои супруги, от наших шестерых детишек у нас с ней, слава Богу. Бог дал нам трех мальчиков и трех девочек, слава Богу. То есть, мы такие, пятидесятники, можно выразиться, 50 на 50 у нас. Да, и в нашей семье, да, три мальчика, три девочки. Это тоже чудо Божье, потому что, знаете, когда мы поженились с моей супругой, то все было хорошо, но одно только было плохо, это было, ну, как бы, испытанием для нашей семьи, таким, молодой семьи еще, что врачи, приговор ставили нам, что не будет у нас детей, не будет. Вот, и, но чисто физически не могло быть детей, чисто физически, и чисто естественным образом, будем так говорить. Вот, потому что у моей супруги были врожденные, были проблемы, то есть, у нее, как таково, не было матки вообще, то есть, она в зачаточном состоянии была, и, в общем-то, и много других еще было проблем, по-женски, значит, я вам назвал только лишь самую, как бы, выдающуюся проблему, значит, и много других проблем, и мы общались с врачами, конечно, я разговаривал с одним врачом-гинекологом, наш, ну, хороший друг, гинеколог, еврей, всю жизнь был практикующим гинекологом, и он в Московской области, то есть, как бы, известный очень человек, не последний человек, тогда был, значит, в конце 80-х, начало 90-х, и, и вы знаете, и он говорил, что да, чисто практически невозможно, вам только лишь один шанс, это удочерение, усыновление, впоследствии кого-то, ну, вы молодые люди, вы еще поживите для себя, потом кого-то удочерить, вот, усыновите кого-то, но я спрашивал, а возможно ли вообще, ну, это невозможно, но, в принципе, в жизни бывает такое, даже, что невозможно, то есть, возможно, она и забеременет, но, чтобы ребенок развился, как бы, и вырос, и тем более, родился, это невозможно, вот, как бы, ну, вы знаете, Бог совершил чудеса, и наша первая девочка, вот, ей будет скоро, уже через, ну, полтора месяца, будем так говорить, 24 года уже будет ей, взрослая девушка, вот в этом году замуж собирается уже, знаете ли, помолвка была уже, значит, и, потом, мы назвали Анастасия, Анастасия, Анастасиус, воскресенье, и само зачатие было ее, чудесное, и развитие, она росла в утробе матери, и развивалась, параллельно развивалась и матка сама, и все развивалось, то есть, Бог совершал чудеса, и потом Николай, тоже чудеса, это чудо Божье, тоже в нашей жизни, потому что тоже было очень серьезное испытание, с его, ну, когда он был еще внутри матери, во время беременности, и потом при родах, было очень серьезное испытание, то есть, шансов у него не было вообще выжить, полтора месяца к нему ничего не поступало, пуповина была, на ней был узел, и она была гнилая, то есть, когда после родов врач показывал ее, он лишь слегка потянул врач, это узел разорвался тут же, и черная жидкость вытекла, такая зеленая, то есть, он объяснял, что это подтверждало сверхъестественность, его выживание, в утробе матери, и больше полтора месяца, как минимум, к нему ничего не поступало вообще, то есть, как он вышел, один только Бог всемогущий знает, вот, но также вот мальчик уже, двадцатилетний, крепкий, здоровый, физически, учится в медицинском институте, сейчас, значит, и знает, и развивается прекрасно, и умственно, и физически, потом Бог дал нам еще, а когда с третьим жена по беременности остановилась на учет, то врач, конечно, там уже в другом, уже мы, мы так получалось, почти все наши дети рождались, кроме двух, в разных местах, совершенно, даже в разных странах бывало, вот, путешествовали мы просто, путешествовали по работе моей, по служению моему, будем так говорить, и знаете, и так получилось, врач, жена остановилась по беременности на учет, и врач или встала, или встала, говорит, это невозможно, третья беременность, ну, это какие-то ошибки здесь, это, ну, медицинские, это вообще абсурд просто, вообще, то, что вы, ну, ну, и, значит, медсестра заполняет, значит, бумаги, и, значит, спрашивает, а, ну, кем, ну, домохозяйка, а кем муж работает, священнослужитель, батюшка, и врач говорит, воскликнула, а, священнослужитель, а, а у них все может быть, это не может быть, а у них все может быть, вообще, то, что не может быть, но дело, конечно, в том, что священнослужитель, знаете ли, не только у батюшки, чудеса, Бог совершает чудеса в жизни верующих, поэтому, когда бывает тяжело в жизни, и так вот бывает все так со всех сторон, знаете, так вот, ну, в жизни всякое бывает, знаете ли, да, бывают и тяжелые, бывают как Билайн, да, не только светлая сторона, бывает и такая темная, и, вы знаете, в этот момент мне помогает, вот, смотреть на моих детей, и я смотрю на них, я вижу, что, вместе с патриархами, могу сказать библейскими, жив Господь Бог наш. Жив Бог, и жива душа. Слава Богу. Так что, от моей супруги, от наших детишек, вам привет, вот, и, а также от нашей церкви, реформаторской, православной церкви Христа Спасителя, священнослужителем, в которой я являюсь, и от наших батюшек, матушек вам, от нашей церкви, большой привет вам всем. В эти дни, весь январь, фактически, в наших церквях, у нас, в нашей епархии, немного церквей, 11 церквей, это зарегистрированных, примерно столько же, которые без регистрации находятся, развиваются. Так вот, и во всех церквях наших молятся в эти дни, почти весь месяц, за Челябинск, за Челябинскую область, за Южный Урал, потому что у нас такая добрая традиция, считаю, очень добрая, когда я еду, допустим, куда-то, в какой-то регион, какую-то область, допустим, какую-то страну, то ставлю на повестку, как у нас здесь записочки пишутся, допустим, разные, есть определенные какие-то темы для молитвы, на какой-то месяц, на какую-то неделю бывает даже, особая тема для молитвы, и вот на этот месяц, сразу после, получается, до 11 января, у нас началась общая молитва за Челябинск и Челябинскую область, так что за вас молятся, знаете, и православные реформаторы, потому что молятся за вас, обновленцы, слава Богу, так что и эти видео с поездок, с Киштыма, с других этих городов, с сел, даже деревень, до которых на карте нет вообще, то есть я был даже в одной деревне, в Баптистской, там, Баптистское собрание, реабилитационное, репцентр, и даже это деревня нет на карте, туда даже не провели ничего, там, то есть она считалась изначально, как бы, ну, мертворожденной, как бы, и бесперспективной, как бы, и, ну, люди зацепились, выжили, как будто, остались, нет ни дорог, ничего, но вот даже вот такие вот есть регионы в Челябинской области, и посетил их тоже, братьев там проповедовал тоже у них, и, знаете, в разных конфессиях, динаминациях бываю, уже в этом году, получается, да, 20 лет, 20 лет назад я впервые назвал, вот таких, как вы, вот, протестантов, 50-ников, там, назвал я братьями и сестрами своими, 20 лет назад, в 96-м году, знаете ли, время быстро пролетело, так вот, я и протестанта, 20 лет спустя, можно так назвать, да, а до того, я, конечно, братьями и сестрами не называл, конечно, ну, никого, кроме как православных, христиан, я был таким молодым, ортодоксальным, таким священнослужителем, и священником я был в Брянской области, а до того, в Рязани, в Рязанской области, то есть, вот, с 88-го года мой начался стаж в традиционном православии, в служении моё полное началось, до того я был художником, вообще, я вообще художник по специальности своей, вот почему я влюбился в Чаревинскую землю, знатель, Бажову читал с детства, как бы, и воображал себе там и копытцы там, и прочие места, эти все эти, значит, там, знатели, сказы, но, конечно, при всем уважении к Бажову, но реальность была еще более красивой, чем я мог себе представить, вообще, вот, это еще с лета, вот это моё, вот это, как говорят художники, импрессию, вот это впечатление моё, Чаревинской земле, и вообще, Южном Урале, и зима, она, все, как бы, так, прикрывает, и уже не видно, вот этих небесных озер ваших, и, но, знаете ли, я знаю, что Бог всю красоту земли не просто зимой, или летом раскрывает, или осенью, или когда-то еще, хочу осенью как-то тоже побывать у вас, посмотрите на вот красоту вашу, именно осенью, но, знаете, сама красота земли, любой земли, любой области, любого региона, любой страны, это верующие люди, настоящая красота, ту, которую и Бажов не может воспеть, и не мог воспеть, но ту красоту, которую сам Бог воспевает в слове, это действительно верующие люди, и вот, это сама красота земли, любой красота, любой земли красота, любой земли соль, Свет – это верующие люди. И знаете, как реформатор ныне, вот обновленческий священнослужитель, скажу, что вот на этой неделе, да, по календарю православному завершился праздник крещения Господнего. Ну, по традиции нашей, древней традиции, уже, может, полторы тысячелетней традиции, значит, еще византийской, праздник крещения, его еще называют Богоявлением. Богоявление празднуется с 19-го числа, начиная, и до 27-го, включительно, 27-го, последний день крещения Господнего, Богоявления. Читаются, поются песнопения крещенские, последний раз люди, значит, в храмах воспевают это событие, изображение крещения, и все, что связано с крещением Господним, это как раз 27-го числа читается, поется, из Евангелия читается фрагмент о крещении Господа Иисуса опять. И знаете, друзья, само крещение, баптизу, слово баптизу, у вас, кстати, хорошо, вот надо вам завести тоже дежурных, как в школе, знаете, вот, и чтобы они раздавали тетрадки, допустим, там, ручки, уже раздаете вы, вот, насчет учебники, ну, если, допустим, там, кто-нибудь в Библии, раз, раздали. Интересно, мне нравится, вот, мне нравится ваш формат вообще, что вы, вот, в профсоюзах здесь, знаете ли, у вас свой профсоюз, вообще у нас свой профсоюз, по сути, да, у нас профсоюз именно спасателей, будем так говорить, профсоюз христиан, профсоюз, наша профессия именно спасатели, наша профессия именно христиане, и вот у нас свой профсоюз, будем так говорить, профессиональный наш союз, это церковь Бога Живого, это профессиональный союз, будем так говорить. Во главе с председателем нашего профсоюза Иисусом Христом. Он правком и все для нас. И он оплачивает все. И профсоюзы наши, знатели, сильные. Раньше говорили, как нам в школах, да, в институтах, говорили, что профсоюзы школа коммунизма. Нас направляли на это, даже меня там сватали одовремя, профсоюзной линией как раз, потом по комсомольски, потом по, ну, как идеологически. В университет маршизма и ленинизма, меня даже туда сватали, там даже поступал уже в этот университет. Но, слава Богу, потом мои университеты стали другими семинарией. Вот, интересно очень даже. Но это удивительно, что сегодня наш профессиональный союз, наш правком, это Царство Божье. И наш профсоюз, это сам Господь Иисус Христос. И профессия, то, что вот сегодня даже молились, у вас здесь такие эти карточки такие специальные, да? Ну, здорово, вот, как раз, да, в принципе, самое основное это и есть, вот, молитва, отче наш, это, ну, сразу понятно, а основная молитва наша христианская. Все, пароли, явки, адреса, все. Вот, Новый Завет, Церковь, Новый Завет. Вот, и, то есть, молимся, да, у нас тоже есть подобное пригласительное, тоже печатаем, распространяем такую информацию среди людей. Кому-то, знаете ли, кто-то может даже и не отреагирует поначалу, а потом, знаете ли, вспомнит и спасибо еще скажет за то, что когда-то его пригласили вообще. Слава Богу. Так что приглашайте, спасайте народ, потому что в Челябинске грешников еще немерено и спасать есть кого. Больных исцеляйте, воскрешайте, поднимайте народ, спасайте, да. Пусть Бог вашу работу благоставит и Новый Завет, и другие церкви. Я посмотрел там по карте протестантских церквей России, значит, в Челябинске, к сожалению, так, ну, не густо церквей, к сожалению, хотя город-то огромный. Знаете ли, здесь нужно десятки еще церквей, десятки таких евангельских, мыслящих, библейских, верующих церквей, таких Нового Заветов нужно, тем более, вот, в таком формате, десятки нужно, если даже не сотни, для одного Челябинска только. Вот, поэтому, молитесь, я дал нашим священнослужителям, как раз, тоже просьбу такую, среди просьб за Челябинск, за область, я написал среди вот моих вот впечатлений по лету, по зиме, уже 16-го года, что, к сожалению, путешествия по области, отмечаю, ну, такой, не очень приятный факт, что очень мало церквей, очень мало, не знаю, с чем связано. Ну, и по России не так густо церквей, конечно, к сожалению, вот, народ у нас не очень так религиозен, не очень-то он, как бы, тянется к Богу, к сожалению, но по Челябинску как-то это особенно, так вот, отметил для себя. И в самом городе, говорю, хотя город огромный, большой, но мало как-то церквей, вот, и по области, и того меньше, знаете, вот, как бы печально, печально. Но пусть печалит Бог, обратит в радость, пусть Господь вышлет своих делателей, и Господин Жатвы может с других областей кого-то прислать, Господин Жатвы может с других стран прислать. Я не знаю, немного расстроился, сегодня вот нет у нас здесь негров, нету черных, я не знаю, сегодня во сне молился за исцеление какого-то негра, вот, я думаю, в собрании будет черный какой-то брат, значит, думаю, Бог на него, видимо, исцеление. В том есть, да? Потому что во сне сегодня, и он был исцелен во сне, вот, я молился за него, и он был исцелен. И еще имя такое странное, не очень приличное по-русски, вот, но, как бы, ну, знаете ли, значит, и, ну, если в том собрании будет, ну, может, Бог для него, как раз, исцеление приготовил в том собрании тогда. Вот, и, ну, бывает такое, как бы, хотя здесь негров, особенно на улице, я не видел челябинских таких негров, значит, но, в общем-то, может где-то есть черный, тоже. Да, и, друзья, говоря баптизу, крещение баптизу, да, значит, имеется в виду погружение, да, окунание, знаете, да? Ну, не мне вас учить в этом отношении, вы знаете, должны знать. Вот, раньше в Союзе это было ругательное слово, баптист. Это было ругательное, оскорбительное слово, это считалось, ну, как бы, сектант, антисоветчик, это иуд. Что связано антисоветчик с религией, это был баптист, для нас однозначно было. Вот, и я помню, как еще Генрин Боровик был жив, у нас он был на лекциях, как раз, в 88-м.